Царю небесный, утешителю души истины, И живи в гости, и все исполняй сокровища благих, И жизни подателю прийти и силы тяны, И очистены от всяких скверны, И спаси благо души наши. Господь и Бог нам благослови, Господи, истинно за нас, Игра уклониться не на правду, на белого, И благослови, и благослови, и благослови, И поклонение Богу и Святой, и Агенте. Итак, по милости Божией, начинаем занятия. Напомню, может быть кто-то не был в прошлый раз, На прошлом занятии мы начали разбирать послание Иакова С первой главы, и речь зашла об искушениях, И возник спор, Николая Николаевича сегодня нету, Игнать Тихоновича, о том, что в причастии прощаются грехи, И рожденный свыше грешит или не грешит. Такая у нас была... Микрофон. Блэнкер, спаси Христос. Итак, Вячеслав, читайте с 14 стиха, Первое послание. О, Поплоякова. Первое послание. Понял. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Все это свойственно естеству смертному и земному, Которому усматриваются изменения и переменчивость, Эти первичные свойства нашей природы. Похоть же и грех, И рождающаяся от нее смерть для души, Стали как бы ступенями погибели человеческой. Ибо кохоть, найдя место пристанища, Соделала грех, который родил смерть. И только искоренив он и через покаяние, Мы полагаем начало другой нашей жизни. Кто-то хочет добавить? Игнатий Тихонович, есть что-то сказать? Речь идет о, как избыть грехов. Через покаяние. Сегодня совершенно ложное понимание у людей складывается от учителей. Что сделал? Причастите скорее. Этого учения в церкви не было. Оно антихристианское, языческое. Вы откройте все четыре Евангелия. Просто выберите время. Откройте, это очень полезно. И посмотрите. Дал хлеб, преломил и говорит, тело мое. Дальше ничего нет. Говорит о крови. И то говорит, кровь изливаемая, непиемая. Это можно разобраться. Что пить и изливать. Это же большая разница. Речь идет о Голгофе, не о чаше. Совершенно. А про чашу сказано, жизнь дает. Жизнь. Все перевернули. И говорить об этом нельзя. Все так от учителя учили. Учили не по Евангелию. Учили по устоявшейся причине. Как Булгаков пишет о том, что люди научаются друг от друга. Они из священного писания. Молодые прислуживают старым. А старый он уже в этом наторел, захряс. Его не извинешь. Вот неправильно крестят. Настоятель уехал в Омске. А вот у нас был Евтихий. Его брат Михаил с моим братом отцом Аким служат. Они решили, пока его нету, все-таки построить купель. Возвращается. А он с Украины. Он полностью католичный. Кого-то боятся католичества. Он сразу к архиерею. Он старый, заслуженный. Говорится. И сразу архиерея. Да зачем же это раскол такой делать? Это убрать надо. Младыка, это уже сказано так. Ну уже раскол какой-то получается. То есть башка раскололась. Совесть раскололась. И здесь говорится о том, что если человек согрешит, то не к причастию его, а от причастия. Все до одного канона говорят об этом. И то, что сегодня делается, это кверх ногами. Язычество. Самое настоящее свирепство. Согрешил. Скорее причастится. Скорее, сбыть грехи. Нигде в Писании этого нет. Вообще нет. Не будете есть плоти сына щаска, не будете иметь жизни. А они едят, пьют и нет жизни. Одна смерть. Ну, откройте глаза. Мы только одно можем говорить. Никого не надо судить. Кого судить, когда он осужденный? Взяли разбойника, его осудили. Мы говорим, смотри, он убил сколько их людей. Пятерых. А зачем ты его судишь? Для того, кто причащал незаконно, тысячи, может быть, миллионы. Это говорят нам святые отцы, как Иоанн Златоуст. Тело мое лучше отдам псам, чем тело Господне, а отдам недостойно причащающимся. То есть это хуже псов люди. Вот о чем говорится. Считай еще раз. Покаяние. Раскаяние. И когда раскаялся, вступает в ход эпитимья. Не надо показывать себя любвистами. Всех люблю, никого не осуждаю. Без пробелов пишет. Все это обман. И обнаружится он, когда за смертью обрящут лишь смерть. Как пишет Достоевский про великого инквизитора. Отошел. Спаси Христос. Растолковали. Так. Сережа Вин. Да. 15 стих. Читай. Похоть же зачав, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Толкование. Так как о божеской природе сказано, что Бог ни сам не искушается, ни других не искушает. То здесь искушениями называют помыслы, смущающие душу. Ибо искушения от Бога не смущают, но утверждают душу, озаряя ее, тогда как все происходящее от нас имеет несовершенство. Кто-то хочет сказать? Могу немножко, если послушаете. Да, да, еще. Сделанный грех рождает смерть. Так вот нужно корень отрубить, откуда он происходит, посмотреть. И не думает так, вот была она незаконная связь, я обратился, а я теперь этой женщине буду свидетельствовать. Она обратится. Ты не знаешь, о чем говоришь. Ты не должен ее видеть даже. Ты не должен звонить, не должен по той улице проходить. Есть грех, против которого надо бороться. Я не буду перечислять. Есть грех, где нужно просто держать оборону. А есть грех, от которого надо только бежать. Бегите, блудодеяние написано, бегите. Но это-то не трудно было сказать. И вот когда начинают сегодня говорить о том, что грех избыть причастием, я возвращаюсь к этому объяснению. Нужно хотя бы один раз открыть книгу правил. Вот заметьте, в церкви сегодня на такие изменения, о которых даже самое смелое предположение святых отцов не доходили до такой глубины падения, что нельзя будет в церковь ходить, все изменят. То ИНН боятся, то паспортов, то чипов, то сейчас встреча патриарха тут с папой. Самый-то главный грех внутри сидит. Почему ты доверился ложному водительству? Ты не считал, да это они за себя ответят. Такого нет. Написано, оба упадут в яму. Ну мысленно так, чтобы понять, какая-то яма есть. Ну не глубокая, хотя бы метр три такая. Ну чтобы почувствовать это. И обоим завязать глаза и сказать, вот ходите по двору, но яма где-то здесь. Ты как будешь осторожно ходить? Когда глаза-то завязаны. Слепой слепого ведет. Слепого. У меня дети очень резвые в лагере. И однажды мы это играли, чтобы уметь ценить здоровье-то. Перевязали десятерым глаза, а одного один глаз. Да как они в нем нуждаются? Куда пойти? Детям сильно понравилось. А потом со спутанными ногами. Это все говорит, грех путает. Женить бы путает. Ну маленько применить это к себе. И церковь как сказал? В церкви считаем. Двери, двери, премудрости вон. Что двери? Не закрытые? Наоборот. Когда говорится двери, двери, это означает, это согласно всех абсолютно святых отцов. Объяснение. Двери диакон обязан пройти, а если большой храм, несколько диаконов, до шести диаконов могло быть. Они проходили по храму и знали в лицо и новых людей. А ты не отлучен? А ты крещен? А ты нет? И они должны были вывести и дверь запереть. Двери, двери. Нам что, не по мозгам это? Теперь, священник трижды, елится оглашенный из идите. Никто не шевелится. А в это время дверь открыта, через дверь, через порог хлещет эта жижа, пульпа навозная. Ничего в храме-то нету уже. Мы что, слепые совсем? Написано, что литургия разделяется на три части. Проскомедия. Подготовительная. А подготовительная, значит, в первую очередь, священник должен быть готов. Если он с законной супругой был, вечером он не имеет права приступать. Вот и все. Да он, тебе не надо толковать. Уже истолковано это. Открой ветки завет. Открой всех книги, которые указывают, как правильно служить. Далее. Оглашенный, извините. Кто оглашенный? Я спрашиваю, батюшка, а сколько оглашенных? А что это такое? Пират, разбойник, захватил власть. Если ты не знаешь, кто оглашенный, храм должен быть заперт полностью огромным амбарным замком. Это в каждом храме. Я говорю, а почему оглашенный нет? Не произносятся, а не выбросили, как будто этого нет. Ну, иные спрятали о Христе, иные места Писания, что Господь говорит, проклинаю ваше благословение священникам, что люди не платят десятину. Выбрасывают. Мы должны об этом молиться. Сделанный грех рождает смерть. Вот эта смерть распростерла крылья своим. Мы поговорили, сейчас пойдет занятие. Положите себе непрерывно молиться о пастырях, начиная с патриарха. Мы каждый день молимся. Господи Божий наш, даруй духовное рождение, просветление Духом Святым и водительство Духом Святым, патриарху, папам, священникам, епископам и пасты. Вот у человека две задачи. Рождение свыше и быть Вадимом Духом Божиим. Дух Божий показал, что церковь должна быть одна, не две, не три, а одна невеста. И это православная церковь, и где есть рукоположение истинное. И далее, как должны себя вести? Это все есть, где есть. Много измененной реформы Никона, но одно место, абсолютно недопустимое изменение. Два раза, аллилуйя, или три раза, это можно объяснить. Персты как сложить? Но в символе Духа Святого, Господа истинного, выбросили слово истинного. Бога истина от Бога истина есть, а Духа Святого нет. Почему? А заранее уже знали, что буду Духа Святого попирать, отвергать. А против Духа Святого грех страшнее, чем против Христа. Ну, немножко, только глаза при открытии увидеть, а что же это делается? Да как же так? Как могли выбросить слово Духа Святого, Господа истинного? И при том, это не запретано, это нет произносить. У нас произносится официальное уведомление, что мы объявили епископу. Но это можно сделать или нет? Вот вы, которые слушаете, введите у себя, подойдите к пастырям, скажите, как Духа Святого Господа истинного было, а теперь нету. Теперь, вот сейчас Великий пост, и будут говорить как? Будут произносить слова, и одно слово выброшено. Молитва Ефрема Сирина. Владыка живота, и мой дух праздности, ныне любоначально празднословия, истребролюбия. Почему выбросили? Потому что от корысти труси задавили. А когда его нет, говорят, ничего и не было. Убери тормоз, и тогда нет ничего. Вот на Великий пост введите у себя истребролюбие. Не знаете, как это? Пойдите, ну кто в Москве есть, храм Христа Спасителя, и рядом Берсеневский храм, он по старому обряду ведет, патриарша, от патриархии московской, не единоверческий. Игумен отец Кирилл Сахаров. Все ведет так, до Никоновской реформы. Вот у него все исполняется как должно. И поэтому там община. Отошел. Продолжаем. Можно сказать? Да. Написано, а сделанный грех рождает смерть. Любой грех рождает смерть. Даже самый маленький. Я просто знаю, у нас в православии делятся грехи на большие, на маленькие, великие там или невеликие. А тут любой грех рождает смерть. То есть путь к греху великому он один, а путь к маленькому греху он короче как бы. Но все равно смерть идет от греха любого. Правильно я понимаю? Написано возмездие грех возмездие за грех смерть. Но также вот есть еще местоописание, что не о том прошу, чтобы молиться. Вот Игнает Тихонич, растолкуйте вот это вот и грехи к смерти, и грехи не к смерти. Грех к смерти любой, в котором нет раскаяния. И когда говорят вот умирает люди иногда в страшных мучениях. Я похулил Духа Святого. Священник пытается убедить, нет, я не могу причащаться. Я похулил Духа Святого. Если человек сокрушается и кается, значит он не похулил. Похуливший Духа Святого не имеет раскаяния. Легко определить. Когда определяют грехи смерти, не к смерти, это конечно все-таки нужно человеку узнать примерно. Почему? По величине эпитемии. Ну как понимаем, сутки дают кому-то, кому-то год, а кому-то 50, 20 лет или смертная казнь. Все-таки разница есть в грехах. Но перед Богом самый маленький незначительный грех, плод съесть. Что он значит? Ну умерло 100 миллиардов за это. 100 миллиардов уже на кладбище. И поэтому надо научиться доверяться Богу. Вот сказано рождает смерть и не надо ничего говорить. И когда какой самый главный грех даже среди смертных? А то, что Христос сказал, он его выявил, а люди не знают. И когда Дух Святой придет обречить мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, запитая, что не веруют в меня, это главный грех. Если человек не верит в Бога, прелюбодеяние не грех, мне не чуждо, ничто человеческое. Если человек не верит в Бога, а почему мужику на мужике не жениться и проще мерзости не делать? Бога-то если нет, не верить Богу. Неверующий Богу представляет его лживым. Нет того греха, которое мерзость, неверие в Бога не оправдало бы. Все, что угодно, автаназию оправдывают в странах уже, а под это подходит не только престарелое, а у которого обида не выдержала, он приходит у Кольчика на той стороне. Вот какой грех. И поэтому надо молиться каждый день, вставая утром. Господи, благодарю Тебя, что сохранил мою жизнь и разум мой сохранил. И в разуме мне положена вера. И мы молимся, Господи, благодарю Тебя за тот день, в который дал Ты мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание Суда Божия. Научиться нужно благодарить. Не толочься на первой ступеньке дай, 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 а подняться на вторую. За все благодарить. За тот день, когда Ты вручил мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Боже, как я Тебе благодарен. Научиться с Богом иметь интимные встречи. Когда все еще отдыхает. Когда трава мывается росою, а душа слезами. Отошел. Еще можно добавить? Да. Вот Господь сказал. Иисус отвечал им истинно, истинно, говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Но у нас в православии почему говорят, Господи, помилуй, и все время просят? Я понял, почему. Потому что не получили этой свободы. Они не знают, что такое свобода от греха. Они не испытали этого счастья, радости, освобождения от власти греха, от власти станы. И они находятся, как бы, люди в таком тупике. Они не знают, что делать, и выхода нет. И все время просят, Господи, помилуй, Господи, помилуй, уходят в пустыню, борются со своими грехами и не могут победить их. Потому что не испытали этого. Не было рождения свыше, если так уж говорить просто. Я могу сказать, что мое рождение свыше произошло в Потеряевке. И благодаря Игнату Тихоновичу, которого я очень внимательно слушал, именно о грехе, и о какая власть, и как освободиться от этого греха. И почему нас не понимают, потому что свободный и раб разной мысли, и разные желания, и разное понимание совершенно. Пока опыта такого нету, не понимают. Я все. Спасибо, Христос. Еще-таки я повторю вопрос. Почему рожденные свыше люди написано рожденные свыше не так дословно, не грешит. Однако же они ходят на исповедь. Какая-то несостыховка получается. Грешит он или не грешит, раз на исповедь ходит. Сергей, тут все просто. Грешит он добровольно. Понимаешь, когда человек рожден свыше, когда Господь его освободил, он может грешить и не может, а может не грешить. То есть во его власти находится сатана сатана не может к нему подойти, пока он сам с ним не согласится и добровольно не станет грешить. Добровольно. Лукавый не прикасается к нему. То есть рожденный свыше он может грешить, если захочет, а если не захочет, не будет. А нерожденный свыше, то есть он раб и в состоянии даже освободиться. Он будет делать грех, он не понимает, что такое свобода. То есть у него у нерожденного свыше нет божественной защиты противостоять греху. Божественную защиту он понимает, взывает, но пытается какими-то своими силами побороть этот грех или еще как-то. Я долго шел к этому пути, я не мог понять, как освободиться от этого греха, как от этой власти освободиться, пока Господь меня не унизил до такой степени, что он обломал все рога моей гордости, гордыню мою сломал, что я, ну в общем, не было у меня такого, то есть он меня, Господь, показал, насколько я, кто я такой, и что я раб греха. Власть греха я почувствовал, увидел в себе самом. Как только начал читать Евангелие, Библию, помню, так сразу у меня тысячи этих змей зашевелилось в моей душе. И я ничего не могу сделать со своими помыслами, ничего не могу освободиться от них своими силами никак. Поэтому свободный человек, рожденный свыше, он добровольно может грешить. Или потому, как это, что его лук как-то обольстит, он может пасть нечаянно, как вот с овечкой это, пример. она упала, отряхнулась, пошла дальше. То есть тут совершенно разные вещи это. Кто рожден свыше, кто понял, что такое свобода, и кто еще не понял этого. То есть понятие не грешит, это значит несвойственно ему эта вот среда вот этой вот свиньи грязной. То есть он рожденный свыше, ему несвойственно лежать и грешить. А нерожденный свыше, он грешит, но при этом он говорит, Господи, помилуй, Господи, прости, исповедуется, причащается, и дьявол обманут. Ну все так живут, все так, кто там, когда жил по Евангелию, кто эти заповеди когда соблюдал? Ну успокойся, ты грешный, супергрешный, ничего страшного в этом нет, главное, предисмертью причаститься и попадать. Начало пути свободы это отвергнуться от всякой лжи. От признать себя больным грешником, в первую очередь, как вот у тебя было. Не больным грешником, а рабом признать себя. Рабом погибшим, рабом греха. И выход это отказаться от всякой лжи. Любой, кто бы ни говорил, когда бы, от кого бы ты не слышал, и сам это не говори никогда. Не соглашайся, начало пути это отказ от любой лжи, я так понимаю. Потому что я это прошел. То есть дьявол отец лжи, и служа дьяволу, сам начинаешь лгать, и себе, и людям. Оправдывать грех начинаешь. Оправдывать грех. Оправдывать грех. Вот крещение. В канонах написано, что так, ну, вообще в церкви положено крестить так. А начинают оправдывать это. Какие-то извороты делают, там это, что-то пытаются доказать как-то. Понимаешь, вот это оправдать убийство. Ну, допустим, война, грех. Тоже сколько там одно только как только не оправдывать, чтобы воевать. Понимаешь, это ложь. От этой лжи пока не откажутся, они не будут свободны. Так, спаси Христос. Кто-то хочет добавить, возразить, может быть? Спросить? Если нет, то тогда идем дальше. Шестнадцатый и семнадцатый стихи Михаил, читай. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Толкование. Под Отцом Светов разумей Бога, а под Светами или силы ангельские или просвещенных Духом святым людей. У Бога Светов нет изменения, ибо Он Сам взывает через пророка. Малахия, 3 глава, 6 стих. Ибо Я, Господь, Я не изменяюсь. все, конец толкования. Добавить, кто желает, спросить. Тогда идем дальше. Дмитрий Ефименко, 18 стих, прочтите. Наверное, пошел. Вячеслав 18. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий, толкований. Сказал, восхотев, потому что есть люди, которые по наваждению беса умствуют, что мир составился как бы случайно. Божество неизменяемо. Если мы произошли, то явно, что мы не неизменяемы, ибо возможно ли, чтобы неизменяемым было то, что из небытия пришло в бытие через изменение. А чтобы по поводу слова породил, не подумал кто, что Бог и Сына родил так же, как нас, апостол присовокупил словом истины, ибо по словам Иоанна Богослова все через него начало быть, с большой буквы через него, то есть через слово истины. Посему, если мы произошли через слово, то неоднородны с тем, от кого произошли по бытию. Вопросы по этому месту есть? Вот у меня такой вопрос все-таки возникает. Вот все-таки блаженный Феофилакт опускает, как бы понятия не имею, что родил он нас словом истины. Именно, что мы, конечно, не как Христос, а через него рождены словом. Ну, то есть о рождении свыше ничего не говорится о Феофилакте. Так, в общем, говорится что-то о Плацком, вот в это втолковании. Я так понял. Кто-то хочет ответить? Нет, тихо. Да, вы немножко впереди не спросили, я скажу. есть очень известные пастыри, которые при монастырях служат. Я не буду перечислять их там. Это в Сергиевом Посаде, так называемый, Загорске раньше были, в Почаево. Ну, я знаком кое с кем. Были такие, которые ко мне на дом приезжали, мы ездили по соседним деревням, он исповедовал, как Юрасов Амросий, очень известный архимандрит в Иваново. Его биографию начали рассказывать, ты просто не поверишь, что с ними Бог делал, как через него. Ну, я говорю, сколько? Да мы, говорит, всю ночь бывает исповедуем там, ужас, сколько народу туда плывет. Ну и что? Ну, исповедуем. Ну, а эти люди приходят еще потом хотя бы, да как же? Приходят, конечно. Ну и как? Ну и опять? И опять, что те же грехи? Ну да. Я говорю, знаешь, весной бабы готовят куриный помет и в бочке его размачивают и крутят его, чтобы на размок хорошо. А потом остальных падает на земле. Вот это покаяние. Не грешит. Да как не грешит? Ну, ты объясни сначала мне этот стих, что не грешит. Рожденный от Бога это не грешит. Этот стих вообще не упоминается в церкви. Он ошибочный. Его просто затерли, его просто нету. Нету его и все. А вот не грешит. Ты здесь родил слово мысли. Но под этим что подразумевается? Только ли то, что мы родились от Бога, или все-таки слово истины это святая Библия. Это проповедь живая. Вера от слышания, а слышание не от того, что ходил в храм. От слова Божия. Не от того, что причащался. Это все вслед за этим придет. Слышание от слова Божия. Это ты можешь услышать в тюрьме, в космосе, где угодно. Вот говорим Америка там ну правильно, что там много всякой недоброй, нечисти. Но советские вымпел забросили на Луну. А если бы полетели туда, ну произведение Ленина, или капитал положили, а они в Тартановом переплете Библию оставили там. Библию. И когда первый раз облетали вокруг Луны, то читали, я сам слышал на английском языке, читали Библию. Их имена можно называть всех. Вот как относились. И поэтому Библия все-таки самая распространенная раса. Во-вторых, единственное, через что рождается человек. Говорят, ну вот, взять 100 баптистов, 100 православных, ну и просто не выбирая подряд. Можно сравнить по нравственности. Даже не надо сравнивать. Ничего подобного нет. Я это говорю, зная их. Это в любом городе это может. Да, они тоже грешат, но ни в какое сравнение не идет. У нас и матерятся, и бабка упала, заматерилась. Пьют. Я уж не говорю, там дальше-то что делается. И причина одна, не было рождения от слова. А если от слова есть, куриный помет уже не будет в тебе сидеть. Тебя разматывать не надо. Ты будешь его страшиться. И это все отражается не потому, что ты знаешь. Дух Святой будет вести тебя. Он будет подсказывать. А почему ты узнал, что с этим человеком нельзя общаться? Не знаю. Внутри у меня все насторожилось внезапно. Услышал прекрасный проповедник, вот есть сейчас священник. Я уже говорил, не хочу упоминать, чтобы не вызвать гнев его. Просто речистый. И говорит, как бы правильно, как бы. Но слово Божие где-то на 25 месте. Я только один раз услышал, и внутри у меня все сжалось. Говорит не свое. Это не его. Почему он? Потом узнаю биографию его, и как трудно ему было, и прочее. Ой-ой-ой. И когда мы считаем, мы должны все-таки прилагать к тому, что видим и слышим. Где оно действует? Действует там, где слово. Рожденное от Бога не грешит. 1 Иоанна 3,8. Ты то заглядывай туда почаще-то, и увидишь, вот теперь Яков говорит как раз об этом. Восхотев, родил. А какая ересь может? Не может ересь там быть. А как же родоначальники? А это там, где Духа Божия не ду? Дух Божий не может ересь рождать. И родоначальники ереси все были спященнослужителями. Несторий, Патриарх, Евтихий, Архимандрит, хороший был пресс-фитер, видный из себя Ари, просто презентабельный, хоть на выставку выставляй. Вот так. Если этого не было, все наши объяснения ничего не дадут. Ты только вот услышал, и у тебя внутри должно быть ликование. Господи, я благодарю Тебя. Ты дал мне это пережить. Ты дал мне страх перед грехом. Они даже не знают, что такое обличение, осуждение, люди не знают. Хотя осуждение и осуждение близкие. Но для верующего это все открыто. Вот сейчас прямо знаменитые такие люди и прямо открытые в нападку идут на патриарха Кирилла. Ну, понимаете, я высушил все обвинения. Мне столько закидывают роликов. Я ни одного не нашел подтверждения, чтобы патриарха осуждать. Он нуждается только в молитвах, только в помощи сейчас. Все католичено. Он ничего нового не принес. И они не понимают. Я говорю, ты этого не видел. Когда разъяснишь, как я этого не видел, нет рождения от слова. Обязательно какое-то должно быть место, которое тебя коснулось, и через это Бог тебя обратил. Спрашиваю, как обратился, какое место Писание на тебя подействовало? Он не знает. А Господь ему говорит, трудно тебе идти против рожжена. Теперь посмотри, где это рожжено было, что означает. Трудно. Почему? Кто касается детей моих, касается зеницы ока моего. Посмотри, что Захария говорит. Для Савла этого было достаточно. Я неправильно это все понимал. Вот где. Я пошлю к язычникам, а к язычникам нельзя было. Еще один стих, который все в нем перевернул. И теперь на этом он настаивал. Я посыл язычников. Мы даже все время опираемся на те слова Писания, которые где-то уже сработали. Ты увидел. Господь, дай мне это пережить. Отошел. Спасибо, Христос. Так, Дмитрий Ефименко. 19 стих почти. 19 стих. Итак, братья мои возлюбленные. Так, микрофончик поближе, мы вас не слышим. Итак, братья мои возлюбленные. Всякий человек, да будет скор на слышании, медленным на слова, медлен на гнев. Достаточно. Так, толкование. Скорым нужно быть на слышание не простое, но деятельное, возбуждающее прилагать выслушанное к делу. Ибо известно, что кто слушает прилежно и внимательно, тот готов будет и исполнять слышанное. А кто напротив, медленно располагается к чему-нибудь и откладывает то, тот впоследствии может и совсем отстать от предприятия. Посему, далее выделено и подчеркнуто, но это будет комментарий, относительно изучения божественных предметов, Апостол заповедует скорость, а относительно того, совершение чего соединено с опасностью, медленность, таковы слова, гнев, ибо говорливость в гневе не оканчивается добром. Посему один богомудрый муж часто раскаивался в том, что он говорил, а в том, что молчал, никогда не раскаивался. Так и блаженный Давид заповедует, Псалом 4,5, «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». То есть не гневайтесь скоро и не впадайте от гнева в бешенство. Подобно этой и настоящая заповедь о словах и о гневе, особенно о гневе, который, быв допущен до безрассудства, лишает правды Божьей». Комментарий Игнатия Лапкина на слова относительно изучения божественных предметов. Итак, комментарий. «В любом деле человек должен заботиться о его окончании и поэтому должен поспешать. Но так как спасение души есть самое наиглавнейшее дело в нашей жизни, то и поспешать к нему следует более всего». Евреям 3.15 «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Поэтому, как только представилась возможность услышать слово Евангелия, отложи все дела и склонись, как Мария у ног Иисуса, избрав благую часть. Относительно изучения божественных предметов апостол заповедует скорость. То есть не откладывать ни на день, ни на час, но в продолжении всей жизни нужно учиться любое дело делать как можно быстрее, поспешая окончить его. В деле же исследования священного писания и на молитве никогда не спешить. Мы спешили навстречу к Иисусу, теперь мы склонились перед Ним, и спешить нам теперь уже некуда. Мы молимся Ему, говорим Ему, Он слушает нас. Когда мы читаем Слово Божие медленно, вникая в таинственный смысл писания, то мы слушаем Его, это Он Сам говорит нам. Пожалуйста, мысли. Вот у меня был опыт такой, что с некоторыми людьми довольно близкими я разговаривал, и когда приводишь слова из священного писания, они начинают злиться, гневаются, раздражаются, а другие наоборот, не говори нам ничего. А третьи говорят, я согласен на 90% в Библии, или на 99% там, а вот с этим не согласен, и всё. Он уже ожесточил это сердце своё, и Слово Божие в него не входит, не вмещается, он не понимает. Всё, он сказал, что 90% или 99%, я согласен, 1% не согласен, всё. и уже с ним бесполезно говорить. Он уже уходит, уходит, и потом уже окончательно уходит куда-нибудь к этим славянством занимается, язычеством и так далее. То есть Слово Божие оно режет по-живому буквально. Или ты принимаешь его, или ты вообще ничего не будешь за бортом ковчега останешься вне церкви. Хотя может быть и будешь ходить в церковь. Ну мне тоже бы хотелось добавить относительно молитвы. Но всем известно, что молитва это разговор с Богом. Разговор подразумевает собой диалог, а не монолог. А молитва, как правило, у нас монолог. Но вот в практике Игнать Пиковича когда молимся, потом всегда в конце молитвы мы склоняемся и говорим «Говори, слушай и слышит раб твой». И несколько секунд стоим в тишине и прислушиваемся к голосу Духа Божия. И в этот момент приходят места Священного Писания, которые вопросы тебя мучили или ты сначала не услышал, потом открываешь Библию и получаешь ответы на твою молитву именно из Библии, из Слова Божия. Вот тогда получается диалог. Ты молился, просил, Господь тебя через Слово Божие, через Библию ответил. А часто бывает так, а вот мне Дух Божий подсказал сделать то-то-то-то. С чего ты решил-то, что это? Потому что то, что человек говорит, совершенно на странице Библии этого не сказано. То есть еще это лукаво. Бывают лукавые, даже извратить Библию. Здесь тоже надо быть очень осторожным. Как написано, медленные должны быть. и также написано должны быть и скорость и медленность. О скорости и медленности вот еще хотелось бы заострить внимание. Игнать Тихонович, если можно, еще комментарий по этому поводу. Впереди уже было сказано где спешить. Везде спешить, кроме молитвы и чтения Слова Божия. Ну, а как узнать, Бог отвечает или нет? Приходят иногда к человеку. Ну, вот видите, фильм был «Остров» Павла Лунгина. Там Петр Манонов играет. И вот он ей говорит, там батарея прорвала, там залила, там еще что-то. Конечно, это важно ее задержать, чтобы она тут раз десять причастилась за два дня. Больше никакой цели нету. Но по слову Божию он ни одного слова во всем фильме нигде ничего не сказал. Нет, он и не знает. А вот за него хватили, там аншлаг такой, прям снимали зал и ходили смотрели. Вот женщина одна вышла молодая замуж за иностранца, уехала очень далеко, теперь на пенсии, дети уже выросли, все неверующие. И советуют патриоты переехать сюда в Россию. И она на меня вышла и раз за разом спрашивает, ехать или не ехать. Я говорю, откуда же я знаю ехать или не ехать? У нее там пенсия, а уезжая она может лишиться пенсии. Это в Америке такой порядок. Ну, а вы можете помолиться? Конечно, могу. Все, это небольшой труд. Я стал молиться, она сразу, и какой ответ? Я говорю, ответа нет. А почему? Да откуда мне знать почему? Это Бог. Она звонит неделю? Нету. Я отвечаю, нету. Я каждый день молюсь о ней. Месяц? Нету. Два месяца, третий месяц заканчивается. А регулярно спрашивает, ответа нет. А как вы знаете? Ну, нет ответа. Как? Я не могу тебе объяснить. Как ты слышишь? Молоточек по перепонке там где-то на ковальне бьет, что-то ты слышишь. И только она позвонила один раз, я сразу обратно дал толчок. Ответ пришел. А какой ответ? Ну, сейчас я пришлю его. Я выписываю место Писания. Писание, которое Бог дал мне. Бог, я верю, это Бог. Иначе какая моя молитва, если я не верю? Я с верой делаю. А вот теперь ты его запиши крупно. Возьми, ты исповедуешься там, причащаешься, да, конечно. Вот возьми, иди к батюшке своему духовнику, как называют. И попроси его помолиться. И этот стих отдай ему. И скажи, батюшка, ты скажи, когда мне к тебе подойти? В какой день? Чтобы ты получил ответ на этот стих? По сегодняшний день ответа нет. Я думаю, что она хорошая женщина, она пошла к нему, и ответ был дан не езде. Я такой вывод для себя сделал. Вот как. Это надо чувствовать, не быть огрубелым. Ну, как вот ходишь, когда пятка, вот эти, которые были посыльные, говорят, называли там вестовые, это по-разному, они бегали. Были деревянные башмаки, иногда они бегали босиком. И пятки были нарощены настолько шкурой, что ее прибивали, говорят, копыта, как на копыта у коня. Подковка была. Даже мне не верится в это. Но однако было там своего, конечно, состава и прочее. А теперь то, где ты ни разу не прикасался, ну, самая нежная часть тела, самое малейшее прикосновение тебя тронет. Вот так и грех. Если ты привык уже, живешь в этом, тебе даже нужны никакой нет. Ну, сказал, ну, вылетел осло, ну, там, заругался, ну, не думаешь, ударил там даже или что-то, за грудки потрес кого-то. Да мало ли что бывает. Как совесть-то потом мучает. Да как я сказал, да головой один дома сидишь и крутишь, Господи, да как же я мог так сделать-то. Покоя никакого нет. Я сегодня выставил ролик с голубями вожусь и написал Грешен, Архий Грешен, Супер Грешен. И у всех прошу прощения. Обычно дня три пройдет, столько посетителей, а тут прям всех лынули, наконец-то поймали. Затянули меня куда-то. Но я показываю о грехах. Вообще, скажите мне грех, то в чем кажется, а вообще как человек я грешный, супер грешный. Ну, прямо удивительно, как людям, как пишет Достоевский, ну, это, братья Карамазах, любят у нас падение праведника. Тут не праведник даже. И то. Ну, смешно даже. Ну, ничего. Переможем, перетерпим. Дал нам Бог осознать себя, кто мы такие. Ты почувствовал, что такое угрызение совести? Это пробуждение совести. А где человека нет, там и нет совести. Говорят, да ты бессовестный. Я говорю, будьте осторожны. Бессовестный, значит, намертво закрыт слух для Духа Святого. А ты этого не знаешь. А то человек, демон, бестом могут называть. Это могут говорить те, которые с демоном. Не они говорят, а демон через них говорит. Во всяком, месте, где еще не было хулы на Духа Святого, он расслышит голос Божий. И мы молимся, просим, не секунды, а минуты. И Бог отвечает. Полагает, поворачивает, исполняется. Вот он помолился. Мне просят. Вот у меня, я вчера только рассказывал. Я охранял, не охранял, а мимо иду, где охранял. И, боже, поезда грабят. Напротив нас, прямо напротив останавливаются поезда. Холодильники вытащили, ковры там. И у меня две собаки с собой. Восточный Варпейский, как немецкий ученый этот. Но я их принудил, там четыре человека, принудил обратно все занести. Опять все погрузили. дали слово, что они не придут. Никогда. А я дал слово, что не скажу. У меня тут милиция будет трепать, вы знаете, мы все знаем, вы их отпустили. Отстаньте от меня. Господь это делает. Господь побуждает. И вот этот человек, один, видевшийся это, я зашел в милицию, стал упрекать, опорный пункт милиции, почему вы не смотрите? Почему малые дети воруют арбузы, а дальше идут вот такие воровства? А он отбывал на химии, там сидел. Я, говорит, услышал это, и сжался, да разве здесь в милиции так разговаривают? А я не виновен, я разговариваю смело с КГБшниками. И они это понимают. А теперь он обратился, принял крещение. Ну, большая беда у него случилась, он выехал, он за границей сейчас находится. И там к батюшке, батюшка, позволь мне вести урок. Он приезжал, принял крещение, полным погружением в потеряевки. Но священнику благословил его батюшка официально. Но что-то случилось, он начал против говорить, он баптист, он сектант. А почему? Он говорит, за то, что с тобой связан. Да как не связан-то, когда он тут родился? Не важно. Ну, помолись, что я так люблю преподавать, тут вести народ. И людей батюшка натравил. Ну что, я на молитву стал. Буквально в ту же минуту бог молнии начал метать. Это невероятная вещь. Он говорит, что случилось-то? От архиерея сразу указание пришло убрать его, священника этого. Убрали, а другого поставили. Я не могу это относить куда-то, я отношу к молитве. К молитве. Они говорят, мы все в удивлении, и все остальные заглохли, нигде нет. Другие пишут, у нас, мы не знаем, куда ездить, священник запился. Ну, помолитесь, только помолились. Они сразу пишут, вот удивительно, архиерея, ты его убрал, хорошего батюшку прислал. Люди, которые жалуются на что-то, у вас связи с Богом нет, обратитесь к Богу. Ты узнай сначала, стоит ли Бога просить. Ну, хорошего священника дать, разве можно пренебречь такой просьбой? Я могу рассказывать это очень долго. Ни одной молитвы без ответа Бог не оставляет. Вот как. Отошел. Спасибо, Христос. 20 стих. Алекс, прочитайте? Следите, нет? Да, сейчас, минуточку. Так. Ибо гнев человека не творит правды Божией. Так. Толкование. Правда есть свойство души, воздающая каждому должное, а гнев губит и разумных. Притча 15.1 Как же он в страстном размере поворачает ум, составит добродетель, которая рассудительно воздает каждому должное? Гнев не совершенно чужд правды, ибо в гневе можно усматривать некоторую пользу, поскольку в нем, как и во всяком душевном движении, за неимением похвального, можно находить не одно худое, но нечто и полезное. Ну вот и сразу вопрос, какая же польза в гневе? Кто может ответить? Вы как бы тут говорится, что гнев это чувство правды, а тут в гневе какая-то и польза. То есть гнев гневу рознь? Кто может растолковать? Пожалуйста, желающие. Я так понимаю, что это гнев против греха. Праведный гнев он еще называется. Против? Примеры из Священного Писания гнева против греха. Можешь припомнить? Ну, Господь Иисус Христос выгнал продающих, торгующих из храма. Они совершали неподобные вещи, совершали грех. Торговцы торговали, наживались на святынях за счет людей. Ну, и где там о гневе? Господь с гневом возрев Марка 3.5. Давай я прочту. Давай. Марка 3.5. Господь и возрев на них, то есть на человек, на людей, которые торговали в храме, и возрев на них с гневом, то есть Христос с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, а, нет, простите, это другое местописание, протяни руку твою, он протянул и стала рука его здорова, как другая. То есть, да, ты говорил о торгующих в храме, у меня открылось место, когда в субботу он исцелил человека и спросил у людей, должно ли добро делать или зло, и они молчали, и вот Господь разгневался на них, разгневался, запятая, скорбя об ожесточении, то есть, вот какой субботу. А там, нет, я добавил, Сергей, просто, я то место сказал, и вот это вот хотел еще сказать. да, 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 их два места. Так, а там гнев, сейчас открою. О, огневи-то сколько много. Сергей, пока ищешь, разреши сказать? Да, да, да. Я, скажи мне, пожалуйста, а сколько человек могут у тебя быть на скайпе вообще? Какой-то есть лимит? Максимально? По-моему, нет. после девяти исчезает изображение, просто картины стоят. Это написано. А вообще-то, вот я сегодня кое-кому-то по эфиру скинул, так человек 50, могут зайти, и в Америку скинул везде. Могут 50, я думаю, могут. Так, вот вопрос с гневом. Ну, в первом счете, я обращаюсь к братьям, к мужчинам. Вот вы видите, когда фильмы какие-то смотрите, как люди разговаривают, какой интонации, с кем, как. И вот, ну, кто там, я попросил бы, вот Евгения из Израиля, первого, скажи, как бы ты произнес это, вот на место апостола Павла, когда он говорил там, илима, волха, ты, сын дьявола, враг всякой правды, до каких пор будешь совращать прямых путей Господних, вот на тебе рука. Как ты произнесешь? Произнеси, пожалуйста. Интонацию вложи все, это видно было, гневаешься или нет. Евгений, слышишь меня? Нет у него ответа. Сергей, пожалуйста, я говорю Ильину, произнеси, какой интонацией произнесешь эти слова апостола Павла? Я произнесу, но мне вот интересно другое место, когда он, в ожидании, это 17 глава, когда апостол Павел пришел в Афины, да, помните, в ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идола. вот здесь он тоже возмутился духом. как бы мы понимаем, что спаситель Иисус Христос, когда гневается, это гнев Божий. Здесь у него чувствования могут быть и божественные. А вот как человек, будучи движимый духом святым, возмущается. Да, я тоже думал об этом месте, где он Волхву Элим и Элими говорит. Игорь Тихонович, а вы можете мне напомнить, где это место в Деяниях, чтобы я мог прочесть? Ну, сейчас не могу. Просто повторите слова, мы время тратим на поиски. Ты, сын, явола, враг всякой правды. До каких пор будешь совращать с прямых путей Господних? Интонацию дай, какую? Произнеси слова эти, как ты, Павел, и с Ильем Волхвом. Перед тобой волк, который совращает. Произнеси эту фразу. Ты, сын дьявола, враг всякой правды. До коли будешь совращать? Понятно. Так, Михаил Кальмаев, произнеси эту фразу. Перед тобой волк стоит. Понятно, Игнатий, сейчас. Произнеси какой-то интонации. Ты сейчас, фильм снимается, и ты роль Павла исполняешь. Сказал. У исполненной всякого коварства, всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды. Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? Так, Дебунова не хватает сегодня у нас. Вот когда мы смотрим, а знаете, я когда насчитывал, не насчитывал, а книга попала, библейские мотивы, на каждую картину Гюстава Дере, иллюстрации, стихотворение поэтов, примерно за 300 лет поэтов. Я ездил и собирал артисты, народные артисты, РСФСР, СССР, и они читали. И вот натолкнулся на одного, он потом театр образовал здесь, Эдора Общинников. Он только в Америку ехал. И он на смерть дочери импаян прочитал. Пришел на дом у меня, дома, начитывал. Это надо слышать. Не было ни одного еще раза, что мы его прокрутили, оно у меня стоит на нашем сайте, во свете Библии, сайт называется, библейский, чтобы человек не прослезился. Он говорит, когда дочь моя, ты вышла, первая, я должен в жертву принести, что ты сделала? Он говорит, рыдает, и буквально волосы рвет на себе, что ты сделала? И ты знаешь, что это артист, говорит, ты все забываешь, это не артист. Вот вы знаете, где играет Евгений Миронов, этот талантище, или как и в Сигнееве был Евгений, ты забываешь, что это артист, ты там. Так вот и здесь, гнев в человеке заложен, Богом, говорит Иоанн Златоус. Если бы человек не имел этого чувства, гневить, оно бы и не было, никогда не появлялось. Если человек не гневается, нигде ни за что, он тряпка, выброшенная тряпка. Кто бы соблазнялся, за кого я не воспламенялся. Воспламенялся, то есть, понятное слово. Что-то ароман там это, надо ему отключить. Я отключил, да, сейчас я вам напишу. Вот, необходимо понять, что такое воспламеняется. Это другая температура, другой огонь. И как они делали? Смотрите, вот Неемия. Я рвал волосы им, волосы, он бил их. А Моисей, а Моисей, фильм Иисус показывает, когда он там, пришел закон, они отступили-то. И как они режут налево, направо, 3800, нам не положено. Но в Новом Завете гнев никуда не ушел. Гнев человека. В человеке, когда по-человечески не творит правды, но если это касается божественного, змеи, порождение, и хиднины. Какие слова тут, какая интонация, какая экспрессия вложена в это. Поэтому гнев, как и у человека вожделение, тяга к женщине, а она назначена на определенное, но не для возрождения похоти какой-то, другой это. А необходимо, это нужно, иначе бы все было по-другому. Но как определить? Вот это опыт, навык. Можно промолчать, а можно так глянуть, что одним взглядом прожечь. Все. А я это... А вот как кто-то пришел, Алексей Матюшин, а я как раз говорил о нем. А он не пришел еще. А, не пришел. Вот что, молились, на него нападали, убрали-то, но ушел. Жалко. Он бы мог подтвердить, что его там восстановили, а батюшку убрали. Отошел. Я добавлю, я понял это, против лжи и неправды. Вот кто приходит, оно не просто так вот это, ты специально гневаешься, оно возникает, это чувство. Ты это... Видишь неправду, ложь, и кто пришел к тебе с этой ложью и неправдой. И у тебя это, внутри это вспыхивает. Ну, я вот могу привести пример. Скажи, кто ты? Володя Пащенко. Вот, я тоже ездил, там на Урале еще жил, и приехал к одному, мне сказали, что он там очень ревностный такой, то ли диакон, то ли он просто чтец в церкви. Я поехал с ним познакомиться, мне посоветовали. Приехал, на улицу вышел, он говорит, пойдем на улицу, там поговорим. Мы начали беседовать, и разговор зашел о церковном славянском языке в церкви. Я говорю, на русском, чтобы понятно людям было, что Евангелие, как же, чтобы на русском читалось. А он давай меня переубеждать. И я уже так возмутился, говорю, и он такой, говорит, ты потише, тише, народ-то и рядом стоит, вроде слушает. Я говорю, а у меня как раз воспламенилось. И были тоже, вот недавно бесед с одной бабушкой тоже. Она за войну. Я ей сразу местописание Евангелия от Матфея, 5.30, не помню сейчас, 44 стих, что Господь говорит, а я говорю вам, любите врагов ваши. То есть сразу, вот когда Михаил сейчас правильно сказал, что за неправду, за ложь, вот это все, сразу начинается возмущение, вот этот гнев подходит. Именно праведный, божественный, по слову Господню. А бывает, что где-то согрешишь против ближнего. У меня вот было тут с одной сестрой в лагере в этом году. Она пожилая, а я, она там, как сказать, по профессии медик, и она начала там говорить, что вот там девочке надо одеть сапоги, а мне надо идти как раз везти людей, там это было, на видеофильм, это, Кеначевнущу, туда, на скворечник. И все, я ей пытался убедить, что надо идти быстрее, а то нас ждут там, она на своем. И вот тут я разгневался, и сразу почувствовал, что я согрешил. То есть я потом пришел, попросил у нее прощения. То есть вот, где в гневу разница. Тихо, стихо, стихо. Так, ну что, продолжаем. Можно добавить? Да, можно. Дмитрий Ефименко. Знаете, мне кажется, нужно внимательно... Дмитрий, микрофончик поближе, вас не слышим. И погромче говорите. Вы знаете, мне кажется, нужно четко знать и уметь определить состояние гнева в себя как страсти, именно как страстного гнева. И то состояние, которое святые отцы называют гнев правильный. Не умея отличать, где это, от кого, по своей воле ты это творишь, гневаешься ли ты именно по своей привязанности к этой страсти, это одно состояние. Если ты гневаешься все-таки для того, чтобы остановить согрешающего, об этом и святитель Иоанн Златоуз говорит. Он именно об этом говорит. Не гнев, собственно, есть нарушение закона, но гнев неблаговременный, посему... Минутку. Значит, он говорит вот, что гнев внедрен в нас не с тем, чтобы мы грешили, но чтобы останавливали друг друга, их согрешающих. Вот беседа на постановке. Поэтому вот это одна из таких... такой формы, когда мы все-таки должны научиться отличать греховный, это гнев, гнев как страсть, либо гнев это как способ остановки, гнев как добродетель. Но это мое мнение. Извините. Я согласен с вами полностью. В том, что гнева можно остановить согрешающего, это да, это именно вот кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспомнялся. А если ты не гневаешься, не воспомняешься, ты безразличный, ты и не любишь. Просто мы можем сейчас дойти до того, что мы многие вот свои поганые вот эти вот страстишки можем оправдывать о том, что ну вот мы же гневаемся, мы же такие праведники. Да какие мы праведники? Ну какие мы праведники? Ну давайте будем называть. Ну и другая сторона медали. Все замолчали, я ничего не знаю, моя хата с краю грешит, и я зато, и зато я не гневливый. Тут вот нужно посредине пройти. А как учат, видишь, брата, едущего в субботу, останови его, даже его, да, вяжись в драку, там уже не просто огневе, а в драку вяжись. Что он в субботу не в церковь едет, а на базар, это как понимать? Да я на законодушке. Да, вот это да, вот это, я не знаю, это мы сейчас будем в субботу всех вылавливать на базар и что? Как НТО. И всех в храм загонять, что ли? Так? Ну, наверное, одна из таких, и святы отцы учили о том, что одна из таких главных добродетелей, это все-таки уметь различать и именно различать. Добродетели размышления, рассудительности, рассудительности. Да. Добродетели покажи рассудительность. Именно, да, так написано. Я хочу сказать, что вот, ну, ты идешь по улице или еще где-то там, или беседуешь, разговариваешь. Ты же не думаешь о том, что ты через секунду разгневаешься. ты даже об этом, может, и не знаешь. Ну, и вдруг такая ситуация, что ты просто-напросто, ну, разгневался. А как приучить себя к тому, чтобы вот такие неожиданные моменты, это, как бы, подготовиться к ним. Вот я работал на железной дороге, и мы там костыли забивали, ну, и так далее, в общем. Мне в моей бригаде ребята говорили, ты вот, когда по пальцу попадешь, ты мне не материшься? Нет, не матерюсь. А что ты делаешь, когда тебе по пальцу? Я говорю, слава тебе, Господи. А почему? Ну, не может быть, не верим мы тебе. Ни за что. Ну, конечно. А я приучил себя просто-напросто к этому. Больно. Через силу, ну, скажешь. А потом уже это вошло в привычку, и уже это, само собой, стало получаться. Так, я думаю, и с гневом, и с праведностью. То есть, если ты уже видишь раб праведности или лжи, где ложь, где ложь? Это уже это просто у тебя внутри, внутреннее отторжение всякой лжи. Когда ты отторгаешь внутри ложь эту всякую, то ты не можешь не гневаться на эту ложь. Даже если себя сдержишь, все равно внутренне ты это возмутишься, что это ложь, неправда. Но это к этому можно себя приучать и следить за собой, и наблюдать за собой, чтобы лукавый не прикасался, когда искушает тебя, чтобы не повестись на его уловки через людей или сам, когда похоть к тебе подойдет, или помыслы какие. опыт, то есть опыт, привычка и тренировка своего рода. Должна быть. христиан христиан наблюдают очень тщательно за собой следить надо. Каждую секунду, каждую минуту это вообще постоянно быть в напряжении таком, внутреннем. Но и все равно ложь, она не вызывает вот так вот улыбнуться, там, тихо, там, это, или еще что-то. Все равно мы обычно возмущаемся ложью, даже если неверующие, то возмущаются ложью. Только по-разному ведем себя, как христианин или как просто язычник. Язычник вон там убьет, а христианин может по-другому совсем. Проповедь скажет или слово евангельское, или просто остановит. Как апостол Павел. Вопросы? Пожалуйста, задавайте. Вопросы есть? Если вы... Вы знаете, извините, извините еще, давайте еще раз вернемся на предыдущий стих, да? Давайте внимательно вот все-таки рассмотрим вот этот стих в контексте предыдущего стиха, когда апостол говорит именно о том, что будем медленны на слова. То есть все-таки прежде чем ну очень тонкая грань между обличением и осуждением, она очень тонкая грань. И прежде чем что-то высказать слово, выпустить изо рта со своего языка, чтобы она соскочила, да? Ну, нужно все-таки очень хорошо подумать, очень хорошо подумать. Мы сейчас говорим не о льстивости, не о человеку угодии, да? А о разумении, как правильно остановить. Иногда да, наверное, вот здесь я согласен в полность потому что Господи, научи меня в этот момент говорить правильно, подобрать правильные слова и остановить этот грех. Вот, наверное, вот это главное. Потому что мы так можем свою волю творить, можем такого наговорить, а потом будем еще вроде бы дело хорошее, хочешь остановить его, да? Хочешь изменить что-то, вроде бы хочешь научить, а на самом деле получается все наоборот. Бывает и так, что язык-то мы распускаем. Ну, это мое... Ну, вот насчет грани, вот этой тонкой грани, я скажу, как я ее понимаю. Если ты в этом грехе раскаялся и не делаешь его, то это уже не будет осуждением. Потому что Господь говорит лицемер, лицемер, вынь прежде бревно из своего глаза, а потом узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть, если ты прежде бревно это вынул, то есть, ты пока покаялся в пьянстве, при любой деянии, там, в воровстве, и останавливаешь праведным гневом брата, поймал ты там, как бы, как вот поймали женщину, взятую в пролюбодеяние. И давай ее обличать, как бы, и ко Христу привели, как бы обличать. И Христос что им сказал? Кто из вас без греха первый брось в нее камень? И они, будучи обличаемы совестью, все ушли. Так и здесь, если тебя совесть не обличает в этом грехе, от которого ты брата своего хочешь избавить, то никакой грани нет. Грань та, когда тебе брат может сказать, а ты на себя-то посмотри. Да. Вот хорошо разъяснил Володя Пащенко. Вот он на своем примере показал, как это бывает. конечно об этом молиться надо и да, хочешь как лучше, а получается как всегда по русской поговорке. Я понимаю это, прекрасно понимаю. Ну а здесь, да, именно правильно в контексте брата заметил, что медленно слова, прежде чем сказать, подумай, и толковательно он говорит, что если ты сказал, у тебя с языка слетела, ты можешь в этом покаяться. Если промолчал, то я ни разу не сожалел. Но опять же молчанием предается Бог. И если видишь брата согрешающего, выговори ему, выговори, прямое повеление, повелительное наклонение глагола, выговори, а не промолчи, а то так, что получится, что мы молимся отче наш, а не отче мой. То есть мы все члены тела Христового должны друг о друге заботиться, в том числе и гневом останавливать брата. А если брат называется братом, а сам прелюбодей с таким дожрением есть вместе, то как нет, даже без зрения такое. вот такой моментик, а вообще брата согрешающего ты должен обличить, или только против тебя, вот брат согрешающего против тебя, или вообще согрешающего там ты должен обличить? отцов ну отцов как считаешь? Ну если против меня выговори ему наедине сначала, то есть там идет постепенно, чтобы если он покаялся, приобрел братовство, если не покаялся, предзови двух или трех свидетелей, если при двух или трех не покаялся, скажи в церкви, если в церкви не покаялся, будет тебе как язычник умотать, вот такая поступка, а если вообще брат согрешил, и что, тогда теперь его сразу на всеобщее обозрение весь его грех выставлять, я думаю, тоже нужно подойти и обличить его наедине или как? А написано «Обличай пред всеми, чтобы другие боялись тоже», есть такое же местописание, вспомните, как это тоже «Обличай пред всеми, чтобы другие». «Я считаю, что обличать это святая обязанность, если мы не обличаем, значит мы не любим, но когда человек обличает, и как вот фарисеи, сами, ну сами блудники все были, а женщины хотели побить камнями, вот о чем речь, тогда это будет осуждение, самое настоящее осуждение». «И блудника судит Бог, да, как бы, ну да, а как здесь обличение? Ну, он просит своего тела и согрешает, и блудника судит Бог, его, как бы, конечно, надо обличить, что-то делать». «А если не обличил, в Ветхом Завете, если местописание это, я сейчас вот не припомню, то есть, если ты промолчал, то кровь за брата взыщут тебя, а если ты ему сказал, и он покаялся, ну, все нормально, а если ты сказал, а он не покаялся, значит, тот брат виноват, но ты не виноват, а если он грешит, а ты не сказал, Господь говорит, «Я с тебя спрошу, за то, что ты его не обличил, вот еще чего надо бояться, а если я промолчу, и не спрочит ли Господь с меня за то, что я промолчал, видя, что слепой идет в яму и упадет, а я молчал, стоял, здорово, я… Ну, я думаю, кто вот хочет рассудить еще, пожалуйста, насчет согрешающего против тебя или согрешающего, ну, как, а согрешающего не против меня, то против кого? Против Бога? А как же я за Бога не восстану, что ли? За себя мне Господь разрешает восставать наедине, а за Бога что запрещает, что ли? А если против ближнего? А если он согрешает против ближнего моего, что я должен тоже молчать и не обличать? Игнать Тихонич, помогайте. Ну, хорошо. Первый Тимофеев, 5.20. Кто-нибудь прочитает? Игнать Тихонич, так, читаю. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Да, это я, ну, вспомнил, это место. Далее. Главное тут в тормозах лицемерия. Грех, который очень трудно оправдывать и которым поражено общество. Лицемеры. А лицемерие бывает такое, которое захватывает миллионы от одного лицемера. Вот когда говоришь, что христианин, вот у нас на нашем сайте, там книга «Искресленное православие», а я говорю «Любите врагов ваших». Христианин не имеет права убивать никого. Даже защищая Родину или что-то, даже случилось, он убил, он отключается от церкви там на три года. И понимали, что это не совпадает, как так. послали его и тут же отлучили его. И, как говорится, гнев против одного человека один на один запрещается. Но если нас набрали миллион и теперь общий гнев туда, то тут это уже благословляется. Понимаете, это уже тогда было понятно, что что-то не то с нами делается. А если не будем защищаться, что будет? Ну, вопрос не отвечен. А что, защищались? Видим, что будет. Ах, она не защищались и ничего этого не было, только догадываетесь. А как? Государство, Коста-Рика, пожалуйста, полностью армию убрали. Объявили в ООН, что мы армию убираем, остались внутренние полиции, а деньги бросили на здравоохранение, учебу. Одна из самых просветающих стран. И никто не нападает? Нет, никого нету. Вообще нету. Врагов нету. И так здесь, если ты доверяешься Богу, Бог так делает, что никакой Гитлер не родится, не зачнется. А вот лицемерят друг перед другом. А это вот Родину, Филарета нашли. Если против Бога, значит, так-то поступить, против тебя, вот прощая, против Отечества, порази врага. Это ясно, что сатана уже лицемерит. Нигде и никак ты не можешь, а как враг голоден, накорми его, прямое указание, жаждет на поево, и вот делая это, ты ему горячий уголь на голову соберешь-то. Вот тогда ты увидишь, что такое быть верным Богу. А было ли такое? Было. В житиях святых одни оборонялись, их полностью порубил хан-баты, а другой нет, открыл дверь и сказал, заходите, его вообще не тронули. Пришло время, раскрывай ворота. Не надо лицемерить. А вот это лицемерие. Если меньше меня, я его долбану, а если больше, значит, на карачках стану перед ним. Если человек верующий, он все взвешивает на весах священного писания своей совести. Даже все эти рассуждения, что говорили-то сейчас, ведь они подтверждают эту мысль. А где гнев творит правду? А если вот ты не знаешь, где как, промолчи, не пожалеешь. Не скажешь, а один раз пожалеешь, а скажешь, сто раз пожалеешь. Поэтому из двух вариантов, когда не знаешь, конечно, промолчать, конечно, не гневаться, если ты не знаешь. А наученный, навыком имеющий, он знает, где сказать и строго сказать. Вот, просто для тех, кто видел фильм Иеремия, так назвать, Иеремия, одним словом, кто не смотрел, посмотрите, американцы ставили, очень сильно поставленный. И он такой, Иеремия-то молодой, слово боится сказать, и такой голос у него, ну, видно, прям, маменькин сынок. Но вот Дух Божий вошел в него, и как он заговорил, заметьте, как он преображается, распрямляется, тут царю начинает говорить, вы говорите, храм Господень, храм Господень, храм Господень, «А сами что делаете?» И царь здесь все замерло вокруг. Это уже не против одного человека. И дальше какой результат? Отец, ты остаешься, а его убрать из Иерусалима, чтобы не было, и дальше что он понесет? У тебя не будет жены, не будет детей. Ему сказано было, и в картине чудесно все показано. Бог взял человека в разных видах, кто в виде мальчика, кто в виде старика является, и он говорит, и он передает слова. Первая глава. Господь говорит, «Не малодушествуй, чтобы я не поразил тебя. Я поставил тебе искоренять, уничтожать, пожигать». Я просто как бы цитирую это место, там другие слова говорится. «А потом насаждать». «Потом». Не надо быть лицемером. Ты за войну, за войну. Вот нельзя ребенка тронуть. Нельзя иммунальную юстицию. Нельзя. А в армию взяли, дедовщина его убивают. Его направили в Чечню. Сейчас 400 трупов лежат в чеченской еще компании. Лежат, обгорелые. Не хватает денег у Министерства внутренних дел и обороны. ДНК проверить, чьи это дети лежат по сегодняшней. А теперь можно. Можно убивать и все. Лицемеры. Почему вы вовремя-то ему не рассказали, что ты идешь не туда? А что нужно делать было? Ничего. Умереть. Да мы защищаем. А не пойдешь защищать, убьем. Это свои говорят. Свои. Комиссар дьявола. Прочитайте. Книга эта есть. Этот писатель приезжал, сказал, Александр Нежный. Он с документами, архивами работает. Были толстовцы. Они на фронте шли. А кто Родину защищать будет? Враг придет, нас убьет. Да мы верующие не можем. Всех приговорили к расстрелу, расстреляли. Враг-то не пришел еще. И не пришел вообще. А их уже расстреляли. Вот где главный-то враг. Вот где. И поэтому ни холодный, ни горячий. Если горячий, там температура другая. А ты мог бы говорить тихо? Я могу совсем тихо говорить. И не говорить могу месяцами. Мне нужно было оболчать. Я три месяца ни одного слова А не сказал. И все вокруг считали, что я глухонемой. Руководи. Но уж если где, не так, да и попротив истины, меч не заржавевший в ножнах. В любой момент можно вытащить. Поэтому один раз услышал, не спорь. Не спорь. Заучи эти места наизусть показали, где обличай перед всеми. Это не против тебя. Обличайте их воинственных, которые там посылают на фронт. Обличай. А убьют. Тогда сиди дома. Об этом уже не надо думать, если ты пошел. Все, Бог расколол. От прежнего ничего нет. Вот он храм Господень и везде. Батюшка, храм Господень. Все, прикрылись благословениями. Нет благословения убивать друг друга. Мы христиане. Говори, Володя. Сергей, можно дополнить? Можно. Одно из примеров, как именно обличать надо. Это у нас очень яркий пример царь Давид и пророк Нафан. Царь Давид, когда совершил два смертных греха, он же знал, что он согрешил. Очень большие грехи перед Богом сделал. Но однако ожесточил в своем сердце. И приходит к нему пророк Нафан. Он мог бы ему прямо сказать, ты, человекоубийца, прелюбодей. Но он так ему не сказал прямо. Он начал с притчи рассказывать об овце, которая была у бедняка. Что ее потом там зарезали, закололи, забрали у него. И царь Давид разгнился, сказал, смерть ему. Он говорит, это ты. И тот сразу тут же его поразил, покаяние поразило. И он сразу пал и сказал, я согрешил. То есть вот один из примеров, как можно подойти к человеку. Абвад Златоуст обличает прямо в храме, он говорил. То есть без имен. Просто говоря, общее. И Дух Святой коснется тех людей, кто именно в этом грехе находится в этот момент. То есть тут молиться надо одним словом. Так я скажу. Ну а если человек не принимает обличение, виноват ли обличающий? Написка. Как он виноват? Ну может он не ту интонацию сказал. Всяко можно придумать. Ну не принимает. Сергей. Сергей. Давайте попробуем, приведем в такое жизненное русло. И попытаемся разобрать это на таком простом примере. Погромче. Еще раз приведем в жизненной ситуации. Один из братьев, ну брат, предположим, мы рассуждаем, украл у тебя некую вещь. Хорошо, у кого ты украл? Совершил кражу. Теперь давайте просто проговорим, как Игнатий Дихонович говорил о том, с какой интонацией мы скажем. Давайте просто каждый из нас скажет, как мы, сможем ли мы его обличить в этом поступке? Как мы его будем обличать? Это первый момент. А потом мы усложним ситуацию. И если эту вещь украли у тебя, и ты это знаешь, это знаешь достоверно, как ты будешь с ним разговаривать, как ты будешь его увещевать, и как ты будешь его обличать? И вот, наверное, мы здесь и поймем разницу между обличением и осуждением. Как от обличения не перейти в осуждение? Может быть, так попробуем? Спасибо. Давай тогда... Что значит осуждение? Давай тогда с тебя, Дмитрий, начнем. Хорошо. Что значит осуждение? Осуждение, осуждение. Осуждение. Осуждение все очень просто. Начинается словами-то хорошими. Мы можем говорить... Ты знаешь, вот ты сделал поступок неправильный. Можем какие-то слова долго ходить, подбирать. И в один прекрасный момент он может либо возразить, может быть, согласиться, а может быть, не соглашаться. И в этот момент мы из осуждения, вернее, из обличения, мы начинаем переходить в осуждение. Да ты такой-сякой, как ты смел, да как ты посмел. Ты же вор, в конце концов. И ты еще в этом сомневаешься, что ли? Я тебе расскажу, вот у меня видеокамера есть. Вот это уже все-таки осуждение. Или нет? Или это обличение? Можно, братья, немножечко скажут уже дополнение такое? У меня такая в жизни сложилась притча, основанная на реальных событиях. И вот Игнатий Тихонович, он правильно сказал. И мы должны быть на самом деле водимыми Духом Божьим. Если ты неведомый Святым Духом, не имеешь права не обличать, не судить. Это так, как к человеку относится, к любому человеку, независимо от статуса, положения, богатства, бедноты. Был один человек, он сейчас есть, и он познакомился с девушкой. Она ему понравилась, он очень хотел жениться, завести свою семью. Он верующий, христианин. Благое, хорошее, доброе дело. Потому что семья – это продолжение рода человеческого. Тем более, если верующие, так оно и слава Господу. Бог одобряет все дело. И та молодая девушка, немножко была она молодая, ей сколько там, 18 лет, но жизнь прожила она в подъезде с бутылкой пива, с сигаретами там, это самое. Говорю, не в осуждении ее ни в коем случае. Молодая, 16-17 лет, вот эта молодая тусовка, все. И она говорит, слушай, а ты смотришь порно-картинки какие-нибудь? Ну, понимаете, он в агонии любви. Страсть объяла его душу, разум. И часто у мужчин разум он затмевается в погоне за любимый, за единственный, потому что все-таки тебе уже столько лет, хочется все-таки обрезать семью, и ты тут влюбился в молодую девушку, и у него-то благие намеренные, он хочет из этой, можно так сказать, глупой, наивной грешницы сделать христианку. И вот у него была такая хорошая мысль, чтобы вытащить с этих подъездов, отобрать эту бутылку пива, выбросить эту сигарету, как бы привести ее ко Господу, к вере. Ну и как бы здесь любовь затмевает как бы немножко разум, но он немножко ведется вот на этом, и она говорит, высылай мне. И он ВКонтакте выставляет эти всякие такие скромные эротические фотографии, знаете, там они не ногие, но вот в купальничках, в трусиках, это я так говорю, потому что я так видел, это я был очевидцем всего происходящего, я никогда не говорю, чего я не знаю. очень долго. Да, да, да. Вот. И понимаете, как бы, тут пошла такая дилемма, что суды, осуждения, тут баптисты подключили, сектанты там, да что там, она себе позволяет, да он ей выслал, да он вообще там такой грешник, как бы все. Начался кипиш, одним словом. Ну, я как это самое, наблюдающий над этой историей, приходит к нему человек, к этому человеку, который вот послал картинки, и мудро, спокойно объясняет, слушай, убери это картинки, это не по-христиански, это нехорошо, ты же благоразумный взрослый, ну что ты повелся, и все. И понимаете, этот человек принял. Почему? Потому что тот человек был посланный Богом, он был исполнен Святого Духа, и это пояснение он принял, принял и был вразумлен. Он убрал, покаялся, и по сей день не совершает такие глупости. Второй пример. Проходит некоторое время, и вот этот человек, который был однажды, побуждаем Богом, прийти к нему и как бы вразумить брата, сильно упал. От него отказались все. И вот этот человек, которого в эту трудную минуту, можно сказать, перед церковью, перед обществом христианским, он как бы вот так вразумил, как бы заступился за него, не осудил его, поддержал его. Тот, вот этот поддержанный человек, начал осуждать и добивать того человека. Вот, понимаете, где разница. Где, как сказал Господь, миловать, помилую, а где человек может судить и осуждать. Ну, такой небольшой пример. Спасибо за внимание. Прошу прощения. Сергей, время подошло уже. Тут Игнатий, конечно, шел место описания, я зачитаю его. Это 1 Коринфянам, 2 глава, 15 стих. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Все, конец. Аминь. Аминь. Прошу прощения. С вас, господи, господи. Крема у нас вышла. Сергей, короткий вопрос. В пятницу дальше идем по 1 главе, продолжаем? Да. Тогда готовимся. Спасибо. Спасибо, господи. Игнатий Тихонович, помолите сейчас, я спою молитву, потом помолю. Отец наш Небесный, Господь и Бог, любящий Создатель, мы просим Тебя, услышь наши молитвы во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы Слово Твое, живое и действенное, притворено было нами в жизнь. Путеводи нас Духом Твоим, святым, и даруй духовное рождение патриарху, папам, епископам, священникам и пастве, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где идет война. Будь милостив к нам, благослови нас, и распусти с миром. Тебе слава за все, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, аминь. У меня вот еще вопрос. Нужно ли делать видео или достаточно аудио? Как кто считает? Можно заплатить деньги, и тогда мы все друг друга будем видеть видео в формате. Сережа, не делай этого, пожалуйста. Ваше мнение услышано. Кто против? Вполне достаточно звука. Вполне достаточно звука. Нет. Против нету? Все согласны, Сын Гнатихович? Вот еще не знаю, согласен. Ну, что ж спорить. Как благословил Игнат Тихонович, так и будет. Ну, хорошо. Пока тогда... Хорошо. С Богом! Спаси Христос всех! С Богом! С Богом! Спасибо. Спасибо. Спасибо.